Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей 16.12. В студии Михаил Тишин мы говорим о жизни в Казахстане без цензуры Назарбаева. Сегодня в выпуске. ДВК мобилизует народ в борьбе с властью воров. Мухтар Аблязов приглашает активистов поговорить в режиме онлайн-конференции. В аптеках нет лекарств, в больницах средств защиты. Родственники Назарбаева продолжают грабить народ во время катастрофы. Народ встречает своих героев после заключения в изоляторах. Мы против незаконных приговоров по политическим статьям. В Казахстане критическая ситуация. В обществе назревает четкий запрос на действия. Наша задача добиться смены режима Назарбаева. Тщательное изучение истории и опыта других стран показывают, что смена авторитарного преступного режима неизбежна. Достаточно совсем небольшой группы людей, чтобы изменить всю страну. Лидеры ДВК приглашают активистов в онлайн-конференцию, чтобы организованно выступить против режима. Ученые из Гарвардского университета проанализировали все протесты в мире за последние сто лет. Исследователи выяснили, что мирные протесты имеют в два раза больше шансов на успех, чем вооруженные конфликты. Чтобы протестующие добились смены политического строя, достаточно задействовать 3,5% от населения. Для того, чтобы результат был действительно тот самый, который мы ждем, а именно смена политического строя, необходимо, чтобы как минимум в Астане, в Алма-Ате и, например, в Шимкенте, вышло около 3 или 5% от численности населения. Значит, в Астане приблизительно 50 тысяч, и в Алматы порядка 100 тысяч, в Шимкенте порядка 50 тысяч. В Алматы или в Астане общее количество полицейских сил не более 3 тысяч человек. Как только на площади страны выйдут десятки тысяч, полиция перейдет на сторону народа, как было в Армении. Для того, чтобы добиться этой цели, необходимо в каждом из крупных городов иметь ядро активистов, которые будут руководить организацией протестов. Когда около 5% населения выходит на массовые протесты, власть падает. Когда такая масса выходит на улицы площади, когда там внутри есть ядро, организованная сила, которая направляет и ставит четко цели, не будет никакого хаоса, эти люди просто спокойно придут в органы управления, парламент, аккорду и так далее, заполнят собой, из этих кабинентов убегут самые высокие чиновники, и они будут арестованы. Я вам просто говорю практику. В Армении, Грузии, в Украине, во многих странах мира так и происходило. Это как законы физики. Для Алматы и Астаны нам достаточно иметь по тысячи подготовленных активистов, которые приведут за собой по 10 человек и обеспечат 10 тысяч сторонников. Эти люди станут магнитом для новых протестующих, которые присоединятся к ядру протеста. Таким образом, мы сможем вывести на массовый митинг не менее 50 тысяч человек, что автоматически приведет к смене режима Назарбаева. Что мы должны для этого сделать, чтобы этого добиться? Нам нужно сформировать ядро протеста, некие ячейки. Я опубликую телефоны, номера в WhatsApp, в Telegram. Я опубликую разные ники, на которые вы можете выйти, и мы можем начать прямые разговоры. Для подготовки активистов Мухтар Аблязов приглашает сторонников выйти на прямой контакт со штабом по видеосвязи. Видеосвязь будет организована штабом в Киеве через программу Zoom или другие каналы связи. Чтобы участвовать в конференции, необходимо сформировать группу активистов из пяти человек, которые доверяют друг другу, лично знакомы и проживают в одном городе. Штаб ДВК будет общаться только с узкой группой активистов. Будут созданы сотни таких групп во всех городах. Эти группы будут контактировать только лично с Мухтаром Аблязовым и штабом в Киеве. Это гарантирует конфиденциальность и безопасность активистов в Казахстане. Я уверен, что в течение буквально нескольких месяцев мы создадим ядро наших сторонников, минимум по тысяче человек, и эти тысячи человек приведут за собой на митинги минимум по 5-10 человек. И тогда мы сможем вывести людей организованно минимум до 10 тысяч человек. И когда эти 10 тысяч человек пойдут к местам организации митинга, вы понимаете, что это сразу масса обрастет, к ним добавятся еще тысячи. Вот такой простой план действий. Он очень простой и очень реальный. Он действовал во многих странах мира. Во вторник Токаев призвал граждан не паниковать из-за того, что в больницах нет мест, а в аптеках нет лекарств. По мнению главы государства, в сложившейся ситуации виноваты сами граждане. Люди обвиняют в том, что они боятся умереть и покупают лекарства для лечения. Решать проблему власти начали с угроз и преследований. Токаев оказался достойным учеником Назарбаева. И по уровню цинизма и презрению к своим гражданам не уступает уже наставнику, который недовольных жизнью обычно отправлял куда подальше. На кладбище или покупать двух коров. Токаев же предложил умирать без паники. «Во исполнении моего поручения правоохранительные органы приступили к задержанию лиц, занимающихся спекуляцией лекарств. Обращаюсь к гражданам с просьбой не поддаваться панике», – написал Токаев на своей странице. Дефицит лекарств в аптеках и больницах из-за эпидемии коронавируса возник не вчера. Бить тревогу из-за дефицита препаратов медики начали еще в апреле. В аптеках не осталось самых элементарных базовых лекарств – аспирина и парацетамола. Почти во всех городах у аптек выстроились огромные очереди. Власти наживаются на людях в отчаянии готовых на любые жертвы и деньги, чтобы найти лекарства для спасения близких. «Вот вчерашнего дня я уже ходила-ходила, аспирина нету, спирта нету, и обычной парацетамола нету. Температура у меня старшей дочки, теперь сегодня болеет у меня, младшая, 7 месяцев. А я звоню клинику, не отвечаю и на карантине. Как мне быть?» «Не успевают приводить или на складах тоже нет?» «На складах есть, что-то есть, что-то нету». «Чего самый большой дефицит?» «Почти вверх». Чиновники во всем обвинили простых людей. Якобы они стали скупать лекарства, что совершенно естественно, если растет заболеваемость, то растет и спрос на лекарства. Доставка лекарств остановилась как раз по вине властей, закрывших границы даже между регионами. И власти не озаботились, чтобы упростить их ввоз и импорт. Но, к сожалению, из-за массового несоблюдения карантинных мер, системных ошибок бывшего руководства Минздрава, нерасторопности Акимов, мы имеем дело фактически со второй волной коронавируса, вкупе с резким ростом заболевания пневмонии. Ситуация на фармацевтическом рынке случилась в результате 30-летнего правления Назарбаева. Он рассказывал о планах развития, о строительстве новых заводов. Для этого принимались специальные программы и выделялись колоссальные средства. Я ставлю конкретную задачу перед правительством. К 2014 году обеспечить более 50% внутреннего потребления лекарственных препаратов за счет отечественного производства. Но ничего так и не было сделано. Все выделенные деньги были разворованы. Полноценной фармацевтической отрасли в Казахстане не построено. Внутреннее производство лекарств в Казахстане обеспечивает всего 13% рынка. Остальное импортируется. Объяснение тому самое простое. Крупнейшие поставщики и продавцы лекарств контролируются родственниками Назарбаева, его зятем Тимуром Кулебаевым и братом Балатом. И когда правительство не может такие вопросы решить, не выделило вовремя денежные средства, не контролировало монополиста, который является именно зятем султана Назарбаева, Тимур Кулебаев, все это привело к ужасающим последствиям, когда тысячи людей стоят и стояли в очередях и не могут купить самые элементарные. Создавать собственные производства сложно, долго и затратно. Куда проще и выгоднее закупать лекарства за границей и втридорого продавать на местном рынке. Клан Назарбаева всеми силами блокирует создание новых производств, воруя выделенные на них средства. Когда началась эпидемия, компании Кулебаева и Назарбаева повысили цены, искусственно создавая дефицит. Система так прогнила, что власти даже разворовывают гуманитарную помощь и продают ее по завышенным ценам. В апреле в Казахстан пришла гуманитарная помощь из Америки. После в аптеках стали появляться медикаменты с американскими товарными знаками. Русскоязычная инструкция просто прикреплена резинкой. Такая низкая стоимость говорит о том, что препарат не куплен по рыночной цене, а украден из гуманитарной помощи США. У меня в руках противовирусный препарат Тамифлю, который я купила вчера, 7 июля 2020 года, в городе Алматы, в одной из аптек. И как вы можете заметить, вот здесь вот есть маленький значок Rx Only. Он говорит о том, что этот препарат должен продаваться в аптеках исключительно по рецепту врача. Этот значок используется в странах Евросоюза и в Соединенных Штатах Америки. Преступной перепродажей гуманитарной помощи занимается государственная фирма СК Формация. Минздрав обвинил несколько мелких реализаторов в спекуляции лекарствами. Оптовых поставщиков наказывать не стали, ведь в начале всех цепочек импорта лекарств стоят родственники Назарбаева. Теперь рассказывают, будто несколько десятков перекупщиков стали причиной дефицита лекарств в стране. Попытка преследовать аптеки, предпринимателей, граждан только создает негатив и приводит к дефициту. Потому что все эти полицейские, финпол и так далее начинают гоняться за людьми. Это тратится ресурсы на бензин, на топливо. Руководитель это бесполезная и тупая работа. Происходящее это следствие преступной политики Назарбаева и его семьи. Правительство Тукаева лишь покорно исполняет приказы. Вся эта система существует, наживаясь на проблемах простых людей. Пока вы смотрите, в комментариях кипят обсуждения. Поделитесь своим мнением и вы. Также подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Вечерние прогулки по субботам сразу стали опасностью для властей. С первого субботажа режим абсурдно реагировал на троллинг. Людей стали арестовывать под надуманными предлогами и судить за безобидные прогулки, как за организацию митинга. Соратники пришли встретить незаконно осужденных к месту заключения в Алматы. Ребят незаконно осудили по политической статье еще в начале июня. В июле их начали выпускать на свободу после трех недель административного ареста. У здания ИВС друзья спросили, каково это сидеть с уголовниками за невинную прогулку. На свободе их ждали как героев, совершивших подвиг. Есть в конституции статья, где ни в коей мере люди не должны подвергаться пыткам. Вот здесь этого нет. Люди каждый день подвергнуты различного рода пыткам. И при этом это все считается для сотрудников данного заведения, что это вроде бы нормально. Даже арест этих людей был незаконным и нарушал соглашения по правам человека, которые подписало правительство Казахстана. Но то, что происходит за высокими заборами изоляторов, скрыто от глаз общественности. Там обращение с заключенными нарушает базовые соображения о человеческом достоинстве. Здесь много чего за 19 дней. Нарушение прав человека, унижение человеческого достоинства, пытки. Короче, здесь много чего. Это целая история. Момент условия содержания. Здесь, короче, унитаз. Вот сама у не была. Унитаз стоит в камере. И он не огражденный. И все вот эти 5-6 человек, когда ты его так такаешь, все смотрят на тебя. Еще наверху есть камера, которая снимает. И девушки, женщины тоже такое же условие. И еще бачок не работает в камере. И люди водой руками-то поливают. И вот это все стекает на бетонном полу кушать. Несмотря на ужас и заключение, активисты не теряют чувства юмора и оптимизм. Они знают, что смена режима неизбежна. И незаконными арестами власть только дискредитирует себя. Высшие чиновники Назарбаевской власти ответят за преследование активистов. Узнали, что мы активисты. Подходят к нам несколько офицеров высокого ранга. Потом один постовой, сержант подходит. И все говорят зомбированные слова. Надо с себя начинать. Я говорю, я базаров нет. Я начал с себя. Утром раньше встаем. С собой куран взял. Читаю книгу. Физорядку начал делать. Все. Я начал с себя. Но какашка-то в унитазе, как она смывается, я начал с себя. Бюджетные деньги съели. Ремонта нету. Как это? Пока мы не смоем какашек, которые в Астане распиливают бюджет. Их кто-то, конечно, агашками называет, но это какашки. У нас это все будет. Кайрат Клышев осужден на 20 суток после участия в субботаже. Он возглавил колонну людей, гуляющих по Арбату. Активисты! 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 Теперь в народе его прозвали Кайрат-барабанщик. Власти проявляют к нему особое внимание. Во время заключения кто-то похитил телефон из камеры хранения. Вероятно, следователь искал компромат для провокаций и решил не возвращать. Нет, а когда они могли его деть? Нет, не верь. Сегодня тормозали. Ну, скидываются, скидываются и покупают новые телефоны. Заставить власть действовать может только давление народа. Каждый должен почувствовать единство общества. Приглашаем всех бороться за свои права. Если количество таких людей вырастет, то Казахстан быстро станет демократическим государством. На сегодня все. Ставьте лайк под видео и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых выпусках. С вами были новости 16-12. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова